Привет, ребята, с вами Перч. Я продолжаю говорить о новых исследованиях и открытиях, которые произошли в нейрофизиологии, в нейроанатомии. Вот интересные исследования, которые проводились вот сейчас психиатрами и нейрофизиологами, которые сейчас исследуют эффект плацебо. Но наше внимание сейчас приковано к поливагальной теории доктора Поргиса и к тому, что эта поливагальная теория, к сожалению, повторение мать учения, мы быстренько сейчас повторим о том, что с 2001 года парасимпатическая и симпатическая система, как две системы автономные нашего тела, больше не существует. Привет, господин Фоули и кто там, Тарсунов. На место вот этой стройной теории, которая существовала в медицине более 300 лет, пришла совершенно новая теория, которая называется поливагальная, которая разбила парасимпатическую нервную систему на две системы, вентровагальную, дорсовагальную. Дорсовагальная это система, которая ответственна за более древний филогенетический ответ, который достался нам от рептилий, этот ответ под названием замри, плейдет. И совершенно новый филогенетический, новая часть автономной системы взлуждающего нерва, которая ответственна за более новый филогенетический, новый ответ, присущий только млекопитающим. Давайте соберемся, давайте подумаем, давайте самоуспокоимся, давайте следовать старшим, давайте держаться вместе. И все вот эти три системы, которые мы сейчас называем автономными, симпатическая, вентра и дорсовагальная, они все оказывают влияние на сердце. И сейчас появилось новое исследование, которое называется Heart Rate Variability, которое позволяет посмотреть изменяемость сердца. И если сердце бьется вариорабельно, оно более здорово, чем сердце, которое бьется не вариорабельно. И исследования сейчас, которые проводятся в Heart Rate Variability, вот исследований, ну очень много. То есть сейчас проводятся большие исследования, посвященные инфаркту миокарду, миокарду, что происходит с сердцем во время диабетической нервопатии, что происходит во время трансплантации из сердца, различных миокардиальных дисфункциях, при сепсисе, при введении различных веществ, там бета-адреноблокаторов, антиритмических, скополамина и т.д. То есть сейчас наша наука все больше и больше понимает, как изменяется веяние сердца при той или иной патологии. И если сердце вдруг начинает у человека биться, как пламенный мотор, каждую секунду, то этого человека немедленно отправляют в скорую помощь, потому что этот человек, вот-вот с ним случится, к примеру, инфаркт миокарды. Но я хотел бы заострить ваше внимание совсем на другой проблеме, которую я хочу приподнять. Потому что у нас сейчас появился настоящий уникальный гиагностический метод, который может нам очень четко сказать, какое, что внутри человек чувствует, под влиянием каких из систем он живет. Почему это важно? Потому что наш человеческий мозг не может адекватно оценить наше вообще состояние и внутреннее, и вообще, что мы происходит. Мы постоянно либо врем, либо придумываем. И поэтому все вопросы, которые мы задаем человеку, связанные с его здоровьем, это его субъективная совершенно оценка, его здоровье. И особенно это касается такого большущего направления и очень жирнющего направления в медицине, которое называется психиатрия. Смотрите, ребята, я хочу вам показать литографию, вот эту литографию, которую написал в 1850 году Арманд Готтьеер, который показывает и демонстрирует психические заболевания, которые были известны в 1857 году. Это деменция, мегаломания, когда человек о себе очень повышенного мнения, острая мания, меланхолия или депрессия, идиотство, галлюцинации, эротомания и паралич. Вот это вот те диагнозы, которые психиатры ставили всего лишь, извините меня, 150 лет назад. Что происходит сейчас с диагностикой психических вообще заболеваний? Вот я залез в диагностический эротетический мануал Ментал Дизорда 4-й эдишеной, которая пользуется Американской психической ассоциацией. Вот смотрите, ребята, вот это вот классификация современных психических заболеваний вообще. Смотрите, это я просто делаю презентацию для одного университета здесь. Смотрите, ребята, вот это вот все. Группы подразделены еще. Вот это вот классификация деменции. Смотрите, вот это вот все. Это все классификация, вот это вот биполярное расстройство. 36 подгрупп. Смотрите, заболевание сна. Депрессивное расстройство. Вот разобраться в классификации современных ментальных заболеваний вообще бесполезно, потому что часть стран поддерживают Американскую ассоциацию, часть не поддерживают. У части стран своя вообще классификация ментальных заболеваний. Читать в разных источниках, вот допустим, классификация mental disorders. Это behavioral disorders, depressive disorders, emotional disorders, anxiety disorders, personality disorders. Я открываю behavioral disorders, и там опять emotional disorders, эмоциональные расстройства. Снова в расстройствах поведения. Понимаете, это бред полный вообще какой-то. Сейчас в мире, я нашел статью, которая пишет, это без Китая. Более двух тысяч диагностиков, диагностик, ментальных заболеваний. Вы представляете, психических заболеваний. Чуть меньше, чем 100-200 классификаций вообще существует. Вы представляете, вы понимаете, о чем речь? О каких из 200 деньгах идет вообще речь? Так вот, а теперь давайте спросим, как же эти диагнозы ставятся. Ни одного теста, ребята, нет. Только вопросники. Вопросники, вот я нашел вопросник, смотрите, вот этот опросник по депрессии. 12, 12 вопросов. 12 вопросов опросник, после которого тебе возможно поставят диагноз депрессия. Это постоянное вопрос. Нет ни одного диагностического теста. Смотрите, для того, чтобы в Америке тебе влепили MDD, major depression disorder, да, вот эта та самая депрессия, тебе нужно заполнить два вопросника. Hamilton rating scale for depression, multiple choice question. Представляешь, тебе там даются уже ответы, ты просто ручкой там выбираешь правильный. И back depression inventory, 21. Multi choice self report inventory, то есть многовыборный саморепорт. И тебе ставится диагноз депрессия, вы представляете, и продается. Вот World Health Organization, да, наша, в общем, короче, вот эта там ООН, организация, да, она пишет indicate of absence of diagnostic method, она согласна с тем, что диагностических методов психических заболеваний не существует. Diagnosis dependent opinion of, все диагнозы зависят от мнения психиатра и пациента self report, его субъективной оценки своего собственного состояния. Понимаете, что я говорю? То есть для того, чтобы тебе поставили диагноз депрессия и начали тебе продавать таблетки, нет ни одного объективного теста. Мы всегда под влиянием субъективного мнения чьей-то квалии психиатра и мнения человека о своей собственной квалии, что тоже является абсолютно неверным, потому что этот диагноз ставится не благодаря холодному рассудку машины какой-то, а благодаря мнению двух человек, их квалии. Так вот сейчас к чему я говорю? О том, что вот эти вот, вы хотите поговорить о психических заболеваниях, то, что там сейчас происходит, я сейчас делаю доклад для университета здесь. Ребята, это пипец вообще. 20% юных американцев страдают психическими заболеваниями. 8% из них анксайти. 10% у них расстройства, связанные с питательным поведением. 35 девочек-тинейджеров, у них расстройства, это пипец. Я сейчас вот коплю, это пипец. 2 миллиона американцев едят еду, а потом блюют, и вот это вот, булеми, это пипец вообще. Это пипец. Про депрессию я просто вообще, это же, вы помните, что сейчас в мире депрессия является второй причиной, по которому люди выходят, не могут работать вообще. Дизабилити, инвалидность. В этих развивающихся странах люди не могут работать, получают инвалидность из-за депрессии. Идритикова типа. Да, в общем, 121 миллион считают ООН, болеют. Я зашел на сайт ООН, давайте почитаем. Смотрите, что эти идиоты пишут. Симптомы депрессии, persistent sadness, low energy and difficulty and functioning normally. То есть, это постоянная грусть, низкая энергия и difficulty, трудности функционировать нормально. Ребята, вы шутите, что ли? Эти три симптома могут быть свидетельством того, что человек не поел, ему нужно уколоть инсулин, у него не хватает витамина С, у него не хватает витамина Д, он на солнышке давно не был, он уже просто устал. Это же миллионы непатологических проблем могут давать вот эти три симптома. Вы что, шутите, что ли, вообще? Грусть, зарплату не дали, что ж ты, радуйся, что ли? Это пипец какой-то. И нужен-нужен диагностический метод, потому что часть из этих людей, которые получают сейчас пенсии из-за депрессии, они просто врут. Врут, потому что нормально в Америке получают человек там 810, по-моему, долларов, если у него постоянная депрессия, он на работу не ходит. 810 долларов, ребята, поживи вон на Гавайях или где-то там на Бали. Нормальная сумма, ребята. Так вот, к чему речь ведет? Речь ведет о том, что сейчас появилась уникальная, ребята, возможность нам получить действительно объективную оценку внутреннего состояния человека. То ли этот человек находится под влиянием долгой симпатической нервной системы, то ли этот человек находится под влиянием долгой дорсовогальной системы. И я потом расскажу о своих сейчас разработках, потому что на самом деле ведическая наука делит все эти психические заболевания на две больших части. Это экстерналайзинг, наружные ментальные заболевания, то есть все психические заболевания, которые человек выпячивает. Это attention deficit disorder, внимание. Это все вот эти люди, которые дерутся, матерятся. Это все психические проблемы, которые человек вываливает наружу. Бьет жену, пьет водку, употребляет наркотики, плохо себя ведет. Это с одной стороны. А с другой стороны, другая группа, которая называется internalizing mental disorders, которые это все поведенческие нарушения или заболевания психические, которые человек вот внутри своей квалии прячет, в общем, и там переживает. Это все депрессии, там anxiety, посттравматические стрессовые расстройства и куча-куча-куча-куча всяких исследований. И интересно, что как же в таком случае лечить? То есть если у нас человек находится под влиянием симпатической нервной системы очень долго, да, при доминировании постоянного стресса, ожидании какой-то атаки, и его поведение меняется, да, вот он является externalizing, наружный такой, либо человек живет под влиянием дорсовагальной системы долгое время, и вот это вот постоянно, вот эти вот депрессированные люди, которые очень мало двигаются, они постоянно сидят, не двигаются, где-то там внутри себя находятся, вот, то может быть им можно помочь совершенно не медикаментозными способами, а совершенно простыми способами, юговскими, которые позволяют активировать новую нашу систему, сделать так, чтобы человек жил под влиянием вентровагальной системы, и помочь ему выполнить очень простые бесплатные упражнения, которые могут деактивизировать симпатическую нервную систему, или перевести ее в состояние игры, и очень простые йоговские упражнения, которые могут либо деактивизировать влияние дорсовагальной системы, либо перевести ее в другую работу, расслабься и переваривай, и мы как бы поговорим по поводу этого, когда вот завтра будем говорить о развитии исследования блуждающего нерва, особенно его меленизированной части, потому что сейчас в мире просто буст исследования меленизированной части нервовагуса, и мы поговорим сейчас, я вам прочитаю там некоторые исследования, которые мне кажутся интересными. Все, ребят, пока, извините, что загрузил, но как бы вот эта информация мне очень хочется с вами поделиться, потому что мне кажется, что это открытие, оно сейчас вот будет все больше и больше наполнять рынок, и что будет создавать новые рабочие места, вот я к чему говорю. Все, ребят, давайте удачи. Все, пока-пока.